Здравствуйте, дорогие слушатели! Рада приветствовать вас в Москве в синодальном отделе. Меня зовут Пелячик Анастасия Владиславовна. Я психолог Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примарфы Маринской обители Милосердия. Сегодня тема у нас непростая и хочется начать даже не с основных тезисов и не рассказать вам какие-то технологии, а хочется поговорить о смыслах, о целях. Тема сиротства одна из самых больных тем нашей страны. И сейчас активно ею занимается и государство, и общественность. Многие люди не остаются равнодушными. Конечно же, РПЦ тоже проявляет чрезвычайный интерес и хочет помочь и кардинально изменить ситуацию. А ситуация у нас такова, что несмотря на то, что колоссальные средства, ресурсы и человеческие, и профессиональные, и материальные вкладываются в детские учреждения, реформы проводятся в нашей стране. Но статистика остается по-прежнему душераздирающей. Как и в 70-х годах, то есть 50 лет назад, у нас каждый десятый выпускник кончает жизнь самоубийством. То есть деточки, выпускающиеся из учреждений, воспитывающиеся в детских домах, сейчас они называются Центр содействия семейного воспитания, гибнут. Четверо из десяти становятся алкоголиками или наркоманами. Еще четверо попадают в тюрьму, потому что становятся членами преступных группировок. То есть выживает один ребенок из десяти. И ничего за 50 лет не удалось принципиальным образом изменить. Есть, конечно, сдвиги, колоссальные сдвиги. Все больше и больше детей уходят в семьи. Это то, чем мы можем гордиться. Но параллельно с этим все больше и больше детей возвращаются обратно из приемных семей, из семей опекунов или усыновителей в учреждения. И после этого стабильно попадают в тот самый процент, реабилитировать, адаптировать который уже невозможно. То есть дети, пережившие трагедию несколько раз в своей жизни, они становятся потерянными, потерянными душами. И это катастрофа. Что же мы можем сделать, чтобы помочь людям? Ведь реально гибнут люди, страдают и мучаются. Конечно, дети без родителей эта волнующая тема имела место и тысячи лет назад. И во всех сообществах пытались ее решить. Еще князь Владимир, креститель Руси, издал специальный указ о заботе в городах детей, оставшихся без кровных матери или отца. То есть государство и граждане никогда не отворачивались от детей, оставшихся без родителей и разными способами пытались решить их проблемы. Но тысячелетиями проблема решалась одним и тем же средством. А именно накормить, одеть, обучить и найти работу. Так происходит и до сегодняшнего дня. Все наши задумки, когда мы пытаемся что-то сделать для ребенка-сироты, связаны... Причем сирота в данном случае это не реальная сирота. В нашей стране более 90% детей, оставшихся без попечения родителей, это не сироты, то есть их родители живы. Но либо находятся в местах лишения свободы, либо не в состоянии позаботиться о своих детях, потому что не хотят, а может быть, потому что больны и не могут, а может быть, потому что страдают от зависимостей. Как бы то ни было, если мы хотим что-то сделать для них, в первую очередь, что нам приходит в голову? Вложить в них деньги, позаботиться о них физически. И до сих пор, и это вот прямо проблемы сегодняшнего дня открываются даже при монастырях, монастырях, это такая современная тенденция, приюты, куда собираются дети из вокзалов или привозятся дети из неблагополучных семей, там, где родители пьют, там, где родители бедствуют, не имеют работы, им нечем накормить детей, крыша прохудилась, кушать нечего, папа в запое, мама расстроенная, несчастная, больная, дерется. Конечно, хочется спасти ребенка, и мы создаем эти приюты, в монастырях создаем эти приюты и забираем к себе детей. Но, дорогие друзья, еще в середине XX века, то есть 70 лет назад, было доказано всеми учеными, причем не только психологами, психологами в последнюю очередь, а в первую очередь врачами, потом социологами, и потом подключилась психология, о том, что накормить ребенка – это не решить его проблемы. Потому что, конечно же, страшный XX век со своими мировыми войнами, гражданскими войнами, революциями и прочими перетрубациями подарил миру неимоверное количество потерявшихся детей, несчастных детей. И, конечно же, богатые страны и бедные страны пытались что-то сделать, и все лучшее отдавали этим детям. И что же заметили? Что никакая материальная помощь, никакие самые распрекрасные детские дома, приюты не способны помочь ребенку. Вы же понимаете, что сейчас, в XXI веке, детские дома, особенно в больших городах, оборудованы лучше, чем детские спаленки в любом доме? У детей есть такое количество игрушек, развивающих книжек, материалов для творчества. У них кружки. Кто раньше слушал мои лекции, он знает, что я не только специалист, но еще и сама по совместительству, а может быть, по основному своему делу и призванию – приемная мама. Вот у меня двое деток из московского приюта, где были совершенно замечательные условия, стояла прекрасная мебель, их очень хорошо пять раз в день кормили, их два раза в год вывозили к морю, в Крым. Не всякая семья может каждый год, а тем более два раза в год, возить детей отдыхать на Черное море. Но и это еще было не все. Каждый день, кроме школы, у них были кружки и развлекательные мероприятия. Кинотеатр, йога, бассейн. Свежий воздух в качестве игр, то есть футбол на траве, прогулки, стрельба из лука. То есть дети имели такую насыщенную жизнь, и для них были созданы совершенно идеальные условия. Все для того, чтобы развивался их интеллект, чтобы они были в прекрасной физической форме, все, чтобы их лечить вовремя, если это потребуется, или проводить профилактику, следить за гигиеной. И что же в результате? Какие же две замечательные девочки пришли из этого прекрасного приюта ко мне в семью? Потерянные, отстающие в развитии, с тяжелейшими психологическими травмами, с расстройством пищевого поведения. То есть человек ест и ест, и не может насытиться, хотя организм уже не принимает. Ворует еду, прячет ее. Если видит 2 килограмма конфет, не успокоится, пока эти 2 килограмма конфет не съест. Поэтому продукты приходилось прятать. Это лишь малая толика проблем, которые были у этих детей. Проблем было больше. Я не буду сейчас их в нашем формате описывать. Почему так? Если создаются прекрасные условия, почему ребенок в 6 классе не знает, что такое существительный глагол, не знает таблицу умножения, в 13 лет словарный запас около 50 слов, и не понимает большинство текста, обращенного и устно к нему взрослым человеком, и тем более письменно, учебников не понимает в принципе. Там нет ни одного знакомого слова, кроме предлогов. Как же так? Ведь лучшие педагоги, воспитатели, психологи, логопеды занимаются с этими детками. Что происходит? Материальное обеспечение прекрасное, специалисты на месте. В чем тогда дело? А дело в том, что для того, чтобы ребенок рос и развивался, чтобы он стал зрелым, а зрелым значит мудрым, сильным и заботливым, научился брать ответственность и за себя, и за других, научился сопереживать, чувствовать чужую боль, разделять ее, помогать, заботиться. Человеку нужна семья, нужны близкие, теплые, доверительные, интимные отношения. Нужна близость, человеческая близость. И ни одно учреждение, ни один самый прекрасный детский дом, включая и наши чудесные приюты при монастырях, не могут этого создать. Потому что там складываются совсем другие отношения. Вы возразите, что у вас в регионе, при вашем замечательном монастыре, удивительный приют, где мать-настоятельница всех детей считает своими родными, с которыми складываются те самые доверительные, интимные, теплые, ласковые, уважительные отношения. Ну, тогда становится другой вопрос. А в монастыре люди идут зачем? Они же отказываются от семьи и от этих самых близких отношений. Тогда зачем же такой суррогат? А в государственных учреждениях вообще, в принципе, априори нет этих теплых отношений. Люди работают, причем за не очень высокую зарплату. Люди устают, у людей выходные, отпуска, больничные. И ребенок, каждый ребенок минимум с шестью воспитателями общается. А чаще всего с 12-13 посторонними людьми. И ни с кем из них не создается то самое уникальное взаимодействие, которое создается в семье. Когда один ребенок близок к маме, другой очень сошелся с бабушкой, третьего обожает отец и все время поддерживает и интересуется им. Нет этого всего в учреждениях, какие бы прекрасные учреждения ни были. Система так создана, что в ней невозможно восполнить главную потребность человека. Поэтому, если нам не все равно, если нам жалко детей, которые по тем или иным причинам потеряли родителей, если мы понимаем, что их ожидает ужасное будущее, если мы не вмешаемся и не сделаем что-то сейчас, наша задача не ремонтировать детские дома, не вкладывать в них наши силы, деньги, время, а устраивать детей в семье. И именно на этом надо сосредоточиться. На том, чтобы помочь каждому ребенку найти либо замещающую семью, либо приложить все усилия, чтобы его семья смогла реабилитироваться, восстановиться, чтобы родители бросили пить, нашли работу, чтобы выйдя на свободу, они не вернулись на свое преступное поприще, а начали вести адекватный, социально значимый образ жизни. Наша задача – помочь кровным родителям. А если это невозможно, восстановить кровную семью, то найти замещающих родителей. Конечно, бывают случаи, когда невозможно не первое и второе. Речь идет тогда о тяжелобольных детях с множественными диагнозами, детях, которых ни одна семья не захочет или не сможет взять к себе. Но, во-первых, есть приятная новость, все-таки есть семьи, которые берут и больных деток, и лежачих деток, и деток с глубокую умственной отсталостью, и создают с ними те самые теплые доверительные отношения. Конечно, их мало, и на всех их не хватит, но есть еще и вторая категория деток. Это старшие подростки. Дети, которым 16-17 лет. Кто же их захочет, усыновителю, взять под опеку? Кто сможет? И самое главное, сможет ли сам подросток стать частью чужой семейной системы? Зачем ему это? Ведь в подростковом возрасте главной, ведущей деятельностью является общение со сверстниками. И не то, чтобы он перестает замечать взрослых, но просто их мнение перестает играть для него главную роль. С подростками даже в чудесных православных семьях многодетных трудно, потому что они перестают на какой-то период уважать и ценить родительское слово. Перестают прислушиваться к учителям. Для них мнение их ровесника становится важнее, более значимее. Но что нам помогает пережить этот подростковый кризис? Нам, родителям, нам, учителям, нам, педагогам, психологам. Да мы вспоминаем, когда они были маленькие. Мы вспоминаем хорошие, милые моменты нашей общей жизни. И мы прощаем их вновь и вновь. А они прощают нас. В конце концов, никто не отменяет родственных чувств на уровне ощущений, запахов, прикосновений. То есть нас с этими наглыми, невоспитанными, грубыми, заблуждающимися, самовлюбленными подростками связывает так много, что мы можем вновь и вновь начинать. Когда нам нагрубили, нас не послушались, когда они оступились, совершили какую-то глупость, когда они не хотят учиться, а хотят гулять, мы с этим сражаемся, боремся, пытаемся помочь, объяснить, но не сдаемся, потому что мы их очень любим. У нас общее прошлое. Мы помним их маленькими и беспомощными. В конце концов, мы чувствуем близость с ними, потому что они так же пахнут, потому что у них такие же глаза, потому что они делают такой же жест рукой. А с чужим подростком, которого не мы родили, который не рос на наших глазах, что нас будет связывать, как мы сможем его прощать вновь и вновь, а как он сможет терпеть нас. Ведь мы посторонние взрослые, а ему в принципе сейчас взрослые не очень интересны. А тут надо этого чужого взрослого слушать, уважать, любить, благодарить, жить с ним в общей системе ценностей. А у него уже своя система ценностей. И мы понимаем, если он рос в девиантной семье, девиантная, значит, семья, которая нарушает человеческие устои. Закон нарушает. Пьет, хулиганит, не работает. Совершает преступление. Так вот, если он рос в такой семье, из которой его потом изъяли, или родители от него отказались, если потом он жил в приюте среди других хулиганов, то какие ценности в нем уже заложены? И вот этот 16-17-летний парень или девушка, разве они готовы ходить с нами на божественную литургию по воскресеньям, участвовать в таинствах, поститься, делать уроки, помогать маме по хозяйству, спрашивать отца, чем помочь? Поэтому, конечно же, мы понимаем, мы уже долгие годы, внимание, это важно, понимаем. В семьдесятилетий мы знаем точно, что для благополучия ребенка нужна семья. Но есть отдельные, исключительные случаи, когда это невозможно. Что же тогда может помочь ребенку? Неужели поставить крест? Отнюдь. Тогда может помочь значимые теплые отношения вне семьи. То есть ребенку нужен старший друг, то есть наставник. Если не получается ребенка устроить семью, надо не приют усовершенствовать, надо не детский дом облагородить, а надо найти человека, наставника, неравнодушного к чужому горю, который будет с этим ребенком дружить, который будет разговаривать с ним по душам, который не будет случайным волонтером. Вы посмотрите, что сейчас творится. Всем жалко детей, и все активно пытаются что-то для них сделать. Это чудесно. Это прекрасно, что так много добрых, неравнодушных людей. Но что они делают? Они тысячами, десятками тысяч покупают подарки и везут их в учреждения. Для Москвы, Санкт-Петербурга это вообще смешно. Потому что, если бы вы видели, как одевают и как кормят детей, находящихся в московских и петербургских учреждениях, вы были бы потрясены. Я вот своих детей так не могу кормить и одевать. Хотя я их очень люблю. И все, что я зарабатываю, я, разумеется, трачу на них. Они выкидывают планшеты, бросают их об стену или пускают в унитаз. Для того, чтобы им спонсоры привезли новую модель. Понимаете? Они рвут колготы или платье, потому что оно им не нравится, оно не модное. Им все равно со склада выдадут новое. А склад никогда не оскудевает. Туда привозят вновь и вновь. Конечно же, в дальних регионах совсем другая обстановка. То есть, в некоторых учреждениях реально может не хватать зубной пасты или туалетной бумаги. Но спонсоры у нас в основном привозят хорошие шампуни для волосиков наших детей. Они привозят плюшевые игрушки, которых уже девать некуда. Они привозят конструкторы. Конструкторы получше, чем плюшевые игрушки. Они хоть развивают тонкую моторику и абстрактное мышление. Учат действовать по образцу, если в конструкцию приложена хорошая инструкция. Но сколько всего этого можно? Вторая тенденция, которую мы наблюдаем, что делают, когда помогают детям, находящимся в учреждениях? Организуют там праздники. На Новый год, Рождество и Пасху там просто хороводы с утра до ночи. Если бы вы знали, как это разрушительно действует на детскую психику. Во-первых, они считают, что взрослые – это обслуживающий персонал, который создан, чтобы их развлекать. И любимая фраза «Нам скучно, нам это неинтересно, когда будет что-нибудь другое» или «Что ты мне дашь?» А во-вторых, они тем самым готовятся ко взрослой жизни. Они понимают, что такое труд, ответственность, усилия, преодоления, терпения. Если взрослый человек прочно ассоциируется только с праздником, меня приехали развлекать и веселить. Но нельзя так помогать детям. Мы их тем самым развращаем. Если нам не все равно, если мы понимаем, что ребенок в учреждении попал в беду, что он не учится самому главному, чему учится человек всю свою жизнь, а именно любить и тем самым идти к Богу, что обоживание, восхождение по лестнице Якова происходит только благодаря тому, что человек децентрируется, это психологический термин. Все маленькие дети, они эгоцентрики, они считают, что они центр мироздания. И все остальные люди вокруг них воспринимаются как статистами. Маленький ребенок захотел пить, и вот хоть умри все, дайте мне немедленно попить. Взрослый человек понимает, что бывает ситуация, когда попить тебе никто не даст, и надо терпеть. Что бы ни происходило, надо делать какое-то усилие. Это и есть децентрация на бытовом уровне, на интеллектуальном уровне. Маленький ребенок думает, что все думают так же, как он. Маленький ребенок не умеет становиться на позицию другого. Ну, например, у моей дочки младшей, Нюши, у нее четверо сестер. Ее можно спросить, Нюша, сколько у тебя сестричек? Четыре, скажет она. А у Маши сколько сестричек? Спросим мы у нее. Она не может ответить. Она не может сообразить, что у Маши тоже четверо сестричек, потому что надо ее посчитать. Она скажет, три. Ну, Маша же вышла из этого списка. То есть, даже на интеллектуальном уровне ребенок не может встать на позицию другого. он продолжает мыслить так же, как мыслил бы он сам. Но это же не только интеллектуальный момент, это же еще и морально-этическое развитие ребенка. Вот так человек всю жизнь потихоньку учится становиться на место другого, чувствовать его боль, понимать его взгляды, пытаться разглядеть его ценности, понять мотивы его, не свои, поступков. и тем самым полюбить, принять, научиться прощать, терпеть, заботиться. Но это возможно только в семье, потому что должен быть живой пример перед глазами. Или же в крайних случаях такое возможно, если возникает дружба, близость, пускай не с семьей, но с каким-то важным человеком. Есть такой термин значимый взрослый. А вереница разных волонтеров, когда на этой неделе приехал один, на следующей неделе другой, через месяц никого не было, появились третья группа студентов. Что это для ребенка? У него и так проблемы с привязанностью, он и так потерял кровную семью. И тут ходят и ходят посторонние люди, которые развлекают, дарят подарки, задают вопросы, зачастую болезненные вопросы. Для ребенка это непрекращающиеся травмы и стресс. Поэтому, если мы хотим помочь, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны понимать цели наши. Наша цель не создание идеального детского дома, сейчас не вторая мировая война. Дети от голода на вокзалах не умирают. У нас хорошее соц. обеспечение для несовершеннолетних. И наша задача социальных работников, клириков Русской Православной Церкви не накормить страждущих. Нет, ну, конечно, бывают исключительные ситуации. Но наша задача помочь им стать людьми, то есть научить их любить. А научить их любить можно только через любовь. Поэтому если мы не можем организовать на базе своего прихода православную школу приемных родителей, православную школу наставничества, пускай не семьи, давайте готовить на базе наших храмов, давайте готовить людей, которые возьмут на себя ответственность за одного человека, они не приведут его к себе домой, они не станут с ним вместе жить, они не станут частью семьи, они не будут менять свою семейную систему, но они будут с какой-то периодичностью ездить в детский дом, один и тот же человек, к одному и тому же ребенку, и будет с ним разговаривать, рассказывать ему о своей работе, может быть покатает его на метро, чтобы он научился пользоваться метро, может быть свозит его в Сбербанк и покажет как пользоваться банкоматом, как оплачивать квартплату с помощью Сбербанка, может быть сводит его в театр или отправится с ним в паломническую поездку, сходит с ним в храм, поговорит с ним о Боге, почитает ему, кто ему, если не вы почитаете, но это должен быть один и тот же человек к одному и тому же ребенку, и когда этот ребенок попадет в беду, когда кто-то на улице предложит ему наркотики, он наберет ваш номер сотовый и скажет слушай, мне тут вот такое предлагают, а я в сомнениях попробовать или нет, когда он попадется на мелкой краже, он позвонит вам и скажет вручай, я все понял, я не знаю как из этого выбраться, и одним преступником, одной погибшей человеческой особью станет меньше на земле, понимаете, ни праздники, ни хлопушки, ни хороводы, ни нехорошие условия, ни прекрасный ремонт в детском доме могут принципиально изменить ситуацию, но давайте уже опираться на знания человеческие, мы же с вами не в средневековье, хлеб насущный для ребенка это не продукты, это близкие отношения, и давайте уже перестанем открывать детские дома при монастырях, потому что ребенок выросший в монастыре, потом может жить только в монастыре, но ведь он должен сам сделать выбор, хочет ли он стать монахом, монахиней, ведь возможно он хочет быть в семье, создать семью, и идти к Богу через любовь к ближним, но у него нету такого инструментария, он не умеет, если ребенка воспитывают в монастыре, он не видит вот это семейное ежедневное взаимодействие, о том, как надо слушаться отца, о том, как мама ухаживает за папой, как папа защищает маму, о том, как дети помогают по хозяйству, о том, как они ходят в школу, о том, как мама и папа любят друг друга, целуют друг друга, держатся за руки, они не умеют быть нежными, заботливыми, мальчики не учатся подавать руку женщине, выходящей из автобуса, придерживать дверь, нести тяжелые сумки, но как же так, как же потом он сможет быть защитником своей семьи, своим детям опорой? Монастырь не то место, где может расти ребенок. Конечно, у нас очень часто из-за общего неблагополучия, из-за всех экономических кризисов бывают ситуации, что если мы не поможем, человек замерзнет на улице или умрет с голода, но тогда это должен быть не детский дом, это должен быть приют. Принципиальное отличие, что ребенок находится там временно. Временно. И что задача приюта либо восстановить его кровную семью, либо же найти ему замещающую приемную семью. А если мы оставляем ребенка там на долгие годы, если он там растет и развивается, то мы оказываем ребенку медвежью услугу, мы его не готовим к самостоятельной жизни. Он не сможет потом найти себя в профессии, создать свою семью, жениться, выйти замуж, воспитывать своих детей. Поэтому у нас сейчас замечательная волна вторичных, троичных детдомовцев. Что это такое? Это его мама там выросла, его бабушка там выросла, теперь он туда пришел. Прежде чем мы хотим сделать доброе дело, мы должны подумать. Цель конечная какая? Конечная цель в теме сиротства это способствовать, создать условия для благополучного развития ребенка, чтобы он не погиб, чтобы он двигался, развивался, чтобы он был самостоятельным, чтобы он нашел себя в этом мире, нашел свое дело, нашел своих людей, нашел свои ценности, нашел Бога. И это возможно только в близких отношениях. Соответственно, главная задача, задача номер один, это помочь кровной семье биологическим родителям восстановиться в правах, сделать все, чтобы оступившиеся люди собрались силами и смогли создать хорошие условия для жизни своим детям, потому что, конечно же, для любого ребенка никого нет на свете лучше, чем мама, которая произвела его на свет. И он всегда ее помнит, даже если не может об этом говорить словами, даже если он потерял ее еще до того, как что-то понимал, потому что во время беременности, когда он был внутри, он слышал ее голос, слышал звук ее сердца, и она навсегда на эмоциональном, телесном уровне внутри него, и он тоскует о ней, и ищет ее. И какое счастье, если удается помочь маме крепко встать на ноги, и она снова со своим малышом, лучше и быть ничего не может. Но если это невозможно, не получается, значит давайте искать замещающие семьи, давайте готовить к этому людей, давайте говорить с ними об этом, давайте помогать им осознать свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, чтобы они смогли стать приемными родителями. А если и это невозможно, давайте искать наставников среди молодежи и зрелых людей, среди пенсионеров, которым есть чем поделиться колоссальный опыт. Наставничество это и есть возможность делиться своим опытом, знак внимания и информация. И у каждого ребенка будет свой значимый взрослый близкий человек, и тогда у него появится шанс выжить. Не просто как биологическая особь, не просто наесться и наспаться, а выжить значит стать человеком, научиться любить. Итак, осознавая цели, которые мы ставим перед собой, мы отправляемся в путь. Что же мы будем делать в детских домах? Тут ситуация принципиально разница. В больших городах материальные проблемы сведены к минимуму. Детские дома достаточно хорошо оборудованы и обеспечены. В провинции, особенно в неблагополучных регионах, конечно, ситуация совершенно иная. И если единственное, чем мы можем поделиться, что мы можем дать, это материальные блага, то надо пойти в конкретные учреждения и узнать конкретно, в чем нужда. это может оказаться детская зубная паста, а может быть книжки-развивашки, потому что малыши порвали все и у них с 60-х годов нет ни одной современной детской книжки с картинками. То есть узнать конкретику, в чем нуждаются, а может быть штор нету, вот все есть, игрушек навалом, кормят хорошо, но шторы все безобразные, детям не нравятся, свет не прикрывают, в общем не уютно, некомфортно. То есть если вы готовы помогать только материально, то узнайте конкретные нужды, и не надо идти в детские дома больших городов. У них есть все. Это должно быть глушь-глушь, далеко-далеко в регионе до сих пор стоят детские дома, которые принято называть центр содействия семейному воспитанию. Это говорит о том, что там ребенок временно находится, что ему будут искать семью, а в реальность такова, что не всегда это получается. Скорее, редко это получается. И хотя сейчас идет такая инклюзия, все объединяется, до сих пор остались в дальних регионах учреждения для особых деток, для детей с ограниченными возможностями для детей инвалидов. Вот туда идите, узнайте, чего им не хватает. Может быть, там есть детки с ДЦП, у которых нет ходунков или вертикализаторов. Вертикализатор это такая штука, которая помогает принять вертикальное положение даже очень тяжелым деткам, которые сидеть не могут самостоятельно, не говоря уж о том, чтобы стоять или ходить. Но вертикальность, она очень нужна любому человеку. Если человек воспринимает действительность, находясь в вертикальном положении, а не в лежачем, у него активно начинают развиваться все зоны мозга. он делает колоссальный скачок в своем интеллектуальном когнитивном развитии. Поэтому даже бесперспективные дети, хотя мне кажется, что такой термин вообще невозможно применить ни к одному из детей, делают удивительные успехи, если удается их вертикализировать. Если вы хотите помочь материально, идите в детские дома, где содержатся, живут дети с особенностями, купите им вертикализатор. Они дорогие, потому что они должны быть мягкие, на колесиках, и у них там все двигается для того, чтобы под каждого ребенка создать вот ту самую поддержку, чтобы он мог встать. Но это будет неоценимый вклад. Реальные исследования показывают, что вертикализатор помогает многим лежачим деткам заговорить. Казалось бы, какая тут связь? Появляется речь, и человек может общаться. И это так важно. Вот то, что вы действительно можете сделать. Вторая проблема любого учреждения это профессиональная тяжелая работа. Не хватает людей, которые бы имели специальное образование, которых хватало бы сил, опыта, низкие зарплаты. Конечно же, не хватает специалистов. Опять-таки, большие города и малые населенные пункты принципиальные различия. То есть, очень часто с детьми работают те, кто не имеют ни педагогического, ни медицинского, ни психологического образования. Что уж говорить о том, какая нехватка дефектологов, то есть специалистов, умеющих работать с особыми детьми. Если среди ваших прихожан, а может быть и вы сами, есть специалисты данной области, это было бы чудесно, если бы кто-то мог регулярно приходить и консультировать или проводить развивающие занятия. Пускай с одним, двумя детьми, но это то, что реально изменит мир к лучшему. Не хватает специалистов в регионах по развитию, лечению, адаптации, реабилитации и коррекции деток. Психологические проблемы. Люди устают работать с особыми детьми. Ведь такие дети испытывают постоянный голод, эмоциональный. Им же не хватает тех самых близких доверительных отношений. А они в них очень нуждаются. Это витальная, жизненно необходимая потребность любого человека кого-то любить и чувствовать любовь в ответ. Ребенку тяжело без этого. И поэтому он ведет себя достаточно специфически. Он становится таким постоянным потребителем чужих эмоций, времени, подарков, телесности. То есть они постоянно, деточки, в детских домах обнимаются, лезут кому-то на колени, не чувствуют границы, нуждаются в этом. Испытывают вот этот общечеловеческий голод. И, конечно же, люди, которые там находятся каждый день, которые ходят туда на работу, они от этого устают. Но сколько можно давать? Даже многодетные мамы время от времени думают, где же мои каникулы, где же мой отпуск, я устала быть мамой. А что уж говорить о людях, которые приходят к чужим детям за деньги. И те же коленки, пеленки, сопли, капризы, только в еще большем количестве. Потому что ребенку тяжело. И капризничает он зачастую больше. Или наоборот, замыкается, сидит, не шевелится, не растормошить его никак. Воспитатель старается, и никакого результата своим усилием. Наступают эмоциональные выгорания, нервные срывы. Работа не в радость. Поэтому так и любят детские дома, центр содействия семейному воспитанию, когда мы туда приходим с праздниками. Ведь когда мы приходим со своими караводами, игрушками, поскакушками, они наконец-то могут уйти и посидеть в углу, пойти попить чаю, позаниматься своими делами. Они воспринимают нас как социальную передышку. Мы туда пришли, мы с детьми развлекаемся, песни, танцы, конкурсы, подарки. А они отдыхают. То есть мы не детям помогаем, мы сотрудникам помогаем. Это тоже хорошо. Должен же им тоже кто-то помогать. Но это не та цель, которую мы ставим перед собой, когда хотим помочь детям, оставшимся без попечения. И организационные. У нас, к сожалению, не все сотрудники учреждений, в первую очередь идет о религиозных организациях, понимают, как создать и обеспечить условия для системной адаптации ребенка, для реальной помощи и изменения его условий, для того, чтобы он не тормозил в своем развитии, для того, чтобы он двигался дальше, для того, чтобы он децентрировался, возрастал, становился мудрым, любящим, зрелым. Совершенно непонятно, за что хвататься. Ну, накормить, ну, помыть, ну, отправить в школу, а дальше что? Ну, развлечь. Кружок какой-нибудь тоже лишний будет, а оно все не работает. То есть, если среди вас есть специалисты, педагоги со стажем, многодетные родители, психологи, врачи, может быть, сотрудники учреждений хотят учиться? Такое бывает. Хотят закончить какие-то курсы переподготовки, какую-то школу пройти тех же приемных родителей, для того, чтобы понимать специфику контингента, целевой аудитории, с которой они работают, может быть, можно помогать детям, работая со взрослыми, обучая их чему-то, рассказывая им новые методики, обращая их внимание, как можно восстанавливаться, как отдыхать, как хорошо проводить время с ребенком. когда я была юная, детей у меня уже было много, у меня была няня, которая помогала мне, и перед уходом к себе домой, она говорила, ну, воюйте дальше, и меня всегда это ужасно коробило, я не могла понять, почему она воспринимает взаимодействие с детьми, как войну, но это было действительно так, то есть в ее мироощущении взаимодействие с ребенком это война, но ты его все время к чему-то принуждаешь, а он сопротивляется, вы воюете, я не хочу воевать с детьми, я хочу, чтобы наша совместная жизнь была как совместное приключение, радость, как поездка к морю, и не важно, что мы делаем, школы идем, полы моем, не потому, что мы не делаем каких-то тяжелых дел, а потому, что для меня это как компаньон, как напарник, если нам вместе плохо, если мы воюем, зачем мы вообще тогда вместе, вот изменить изначальную установку на взаимодействие с детьми сложно, но можно, и если вы обладаете незаурядным педагогическим талантом, может быть, вы поработаете с персоналом, может быть, вы поможете в детских учреждениях тем, что расскажете, покажете зажжете специалистов, которые дальше будут на высоком уровне, радуясь и получая удовольствие работать с детьми. Виды помощи самые популярные это подарки, это праздники, а хотелось бы, чтобы мы сместились все-таки к трем последним, чтобы если мы туда пришли, то мы подготовили какое-то развивающее мероприятие, чтобы мы отвели детей на экскурсию, чтобы мы пошли с ними в поход и научили их разжигать костер, ставить палатку, варить суп, чтобы это было и интересно, и полезно, и пригодилось в дальнейшем, чтобы если мы привели туда волонтеров или будущих приемных родителей, мы не насмотри на их привели, не для того, чтобы поиграть, а чтобы даже если встреча не состоялась, я имею ввиду, что приемные родители никого не заберет потом из этого учреждения к себе домой, все равно эта встреча была бы полезной, поэтому если мы туда пришли, значит мы приготовили какой-то мастер-класс, значит мы чего-то учимся делать, учимся через игру, через приятные эмоции, но учимся чему-то конкретному, ну например лепим роллы, такая модная тема, все сейчас любят японскую кухню, что там делать-то рисовые клапки с рыбкой или крабовыми палочками с овощами, вот мы приносим ингредиенты и вместе с детьми учимся это делать, красиво оформлять, потом это все вместе съедаем, вроде бы и общаемся, и знакомимся, и при этом они что-то делают своими руками, что-то, что потом смогут сделать самостоятельно, конечно же, очень будет здорово, если вы возьмете на себя ответственность за конкретные учреждения, и тогда вы сможете заключить договор и организовать на базе этого учреждения ЦССВ, например, воскресную школу, и каждую субботу или воскресенье ваши сотрудники будут приходить туда, вести занятия с детьми, рассказывать им о Боге, читать жития святых, лепить маленькие модели храма, рассказывая, как все устроено, рисовать разные святыни, которые, может быть, дети не смогут увидеть своими глазами, делать иллюстрации к Евангелиям, то есть хорошая воскресная школа, где поют, лепят, рисуют, слушают, читают, рассказывают, ставят спектакли, и дети будут идти к Богу, учитывая свои возрастные особенности, через понятное, через то, что радует, через то, что дает ощущение сопричастности, но, разумеется, занятия должны быть регулярны, иначе в них не будет никакого смысла, если это какой-то эпизод, а если каждый выходной день, и дети знают, придет один и тот же человек, с которым будет весело и интересно, который будет говорить о Боге, о святых, рассказывать историю человечества, его взаимодействия, взаимоотношений с Богом, это же будет чудесно, это действительно то, что может быть навсегда изменит жизнь какого-нибудь ребенка, и когда-нибудь, когда перед ним будет выбор, он вспомнит эти уроки, эту воскресную школу, и не потеряется, ну, и то самое, о чем я говорила в начале, это наставничество, будет прекрасно, если мы сможем среди наших прихожан искать людей, пускай не приемных родителей, далеко не каждому по плечу взять в семью другого ребенка, и тут не про физические возможности, не про материальные блага, сейчас государство здорово помогает приемным родителям, тут про эмоциональные ресурсы, а вот наставником быть могут многие, ведь что такое наставничество, позвонить по телефону, спросить, как дела, ответить на имейл или вконтакте откликнуться, лайкнуть фотографию, раз в месяц приехать в гости, привезти понравившуюся книжку, поговорить о новом фильме, это несложно и может практически каждый, но вот эти отношения возможно станут той ниточкой, той единственной теплой стороной, которая изменит жизнь человека к лучшему. Очень хотелось бы, чтобы в каждом приходе были свои наставники, а еще лучше своя школа наставничества, потому что, как и любому хорошему делу, этому надо учиться, надо понимать про границы, про темы, которые важны и нужны ребенку, про ту зону ответственности, которую мы берем на себя, когда вступаем в эти отношения. Об этом можно читать самостоятельно и думать, можно пойти в какой-нибудь благотворительный фонд и там пройти какие-то курсы, а можно упростить все для всех желающих, прямо на базе прихода организовать центр, центр помощи семьи, где будут обучаться наставники, где будут консультироваться приемные родители, где неблагополучные семьи будут приходить и просить поддержки еще до того, как их дети стали детьми-сиротами. Я вам в этот раз принесла очень большой список литературы. Это не обязательная литература. Это художественная во многом литература или научно-популярная. То есть это не серьезные книги. Это книги, написанные либо приемными родителями, либо специалистами, работавшими с детьми-сиротами, либо самими сиротами, выросшими, пережившими достаточно тяжелое детство. Это для того, чтобы мы понимали, какие вопросы волнуют людей, потерявших родных, с какой болью, с какими непонятностями сталкиваются они, где и как они ищут выход. Это книги, которые помогают нам посмотреть на мир глазами гибнущего ребенка. и в них, конечно же, есть очень много ответов на наши вопросы. Что делать? Как облегчить? Как помочь? Как поддержать? Это не про обучение. Это скорее про вхождение в тему. И если вам интересно, читайте. Что-нибудь из этих книг наверняка произведет на вас впечатление. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. И я готова в оставшееся время отвечать на ваши вопросы. Наталья из Вологодской области спрашивает, как понять и простить маму, у которой отобрали детей, а она печется о том, что выплаты потеряла. А кто должен понять и простить маму, вы или дети? Вообще-то хорошо бы, чтобы те и те. Конечно же, на свете есть очень много людей, совершающих немыслимое зло, или равнодушных к другим и тем самым попустительствующих злу. Но, будучи христианами, мы отлично знаем, что нельзя ненавидеть человека, а надо ненавидеть грех в нем. Что к человеку надо быть милосердным и великодушным. и мама, которая во всяком случае вслух говорит и действует исходя из материальной выгоды, а не из заботы о своих детях, это глубоко несчастный человек, недолюбленный сам, не умеющий любить из-за того, что его не любили, не испытывающий к своим детям той любви, которая есть у большинства матерей априори. Это же трагедия, что человеку не довелось испытать любовь даже к собственным детям. Человеку, который так и не вырос, который маленький, беспомощный, только зациклен на своих потребностях, где деньги, чтобы мне хорошо жилось, относиться к ней с великодушием. Она незрелая, она немудрая, она маленькая, ее не любили, она не умеет любить. И это ужасно, потому что сейчас, возможно, она сильная и может о себе позаботиться, но когда-нибудь она столкнется с тем, что она один на один и никого рядом нет. Человек, не умеющий любить, он одинок, он обречен на неблагополучие, даже не внешнее благополучие, а внутреннее. Это ужасно. Детям же очень важно говорить, что мама неплохая, а мама попала в беду, мама болеет, у мамы не получается по-другому, мама не понимает и никак не может справиться с этими непонятками. Ребенок не может ненавидеть своих родителей. К сожалению, когда это происходит, он автоматически начинает ненавидеть самого себя, потому что он всегда отождествляет себя со своими кровными родителями. И дети, растущие без родителей и ввинящие их в этом, обижающиеся на них, презирающие их, ненавидящие, они тем самым рушат свою жизнь, ненавидят себя. Научиться быть благодарным за то, что дала жизнь, за то, что не сделала аборт, за то, что не выкинула в снег, за то, что ты есть, мама, спасибо тебе за все. Да, ты болеешь, ты не справляешься, ты не смогла обо мне заботиться, но ты дала мне жизнь, спасибо, люблю, благодарен. Это высший пилотаж, это мудрость и зрелость, и если у человека получится, он справится со всеми бедами. Если же он будет бороться в ненависти, в обидках, он не сможет двигаться дальше. Мария спрашивает, что вы думаете по поводу семейных приютов, что такое семейные приюты, это когда приемные родители берут очень много к себе детей, ну, или когда это детский дом, но он не государственный, а частный. Если последние, то я думаю, что как временная помощь, как способ реабилитации ребенка, это очень хорошая вещь, потому что ребенок, потерявший кровную семью, переживший трагедию, он очень нуждается в тепле, в поддержке, в каком-то временном этапе, чтобы адаптироваться, выжить, пережить горе, выйти из состояния шока, научиться с этим жить. и как временное пристанище это идеальный вариант. За рубежом есть фостерные семьи, то есть семья, куда людям платят зарплаты, это реальные семьи, куда помещают вот таких потерявшихся деток, но параллельно им активно ищут замещающую семью или пытаются восстановить в правах кровную семью. Вот если у нас такие семейные приюты, как временное пристанище, как способ реабилитировать ребенка, привести его в чувство для того, чтобы потом найти ему другую семью, то лучше и быть не может. А если это для того, чтобы ребенок навсегда там рос, ну, до 18 лет, а потом плыви куда хочешь и посмотрим, как ты справишься, то это, конечно же, не очень хороший вариант. Если же вы говорите о приемных семьях, в которых очень много детей, да, то, во-первых, у нас государство это регламентирует, у нас сейчас нельзя, чтобы было больше 8 приемных детей, исключением являются сиблинги, то есть, если детей больше, ну, то есть, 12 детей изъяты из кровной семьи, но вы же понимаете, что это единичные случаи, да, все-таки чаще всего детей меньше, поэтому у нас есть ограничения, 8 деток может быть только в одной приемной семье, это одно, а второе, это зависит от ресурсов самой семьи, есть очень сильные, очень жизнерадостные, очень оптимистичные, очень гибкие, очень легко обучающиеся приемные родители, и тогда они действительно справляются с большим количеством детей, и для каждого находят индивидуальный подход, каждому находят время, заботу, и дети растут как в обычной многодетной семье, и прекрасно развиваются, и создаются уникальные, теплые отношения, а если для кого-то это способ заработать деньги, ресурсов мало, дети, сами дети неинтересны, не нужны, не важны, ну, это катастрофа, ну, к сожалению, везде бывают такие вот истории, когда что-то делается не ради ребенка, его благополучия, а ради каких-то дополнительных выгод, да, такое случается, надеюсь, такого будет меньше. Есть ли у вас еще вопросы? Галина спрашивает, какие существуют возрастные ограничения для приемных родителей? Вот я не знаю ни о каких возрастных ограничениях. У меня в школе приемных родителей учились супруги, где маме было 40, отцу было 70 лет. у меня была супружеская пара, где обоим было за 60 ближе к 70. Не имеет значения возраст приемного родителя, имеет значение его желания и его силы, его готовность учиться, меняться, что-то делать, предпринимать какие-то усилия. Я вижу, вопросов больше нет. Это чудесно. Неужели моя лекция была такой исчерпающей? Ну что ж, я была рада быть сегодня с вами. До новых встреч. Мы еще обязательно о чем-нибудь интересном и важном с вами поговорим. Субтитры Субтитры Субтитры